Всем привет! Доброго дня! Пришла вот такая маленькая посылочка. Долго не будем тянуть кота за хвост. Открываем. Приехали ко мне гости дорогие. Алексей Селезноводск. Вот мастера ПДР. Приехали меня подучить немножко. Поделимся опытом. Пообщаемся. Это всегда вживую интересно. Остальное вы увидите дальше. По репортажу. С насыщенной надо успеть все. Вот они пистолеты. Они все одинаковые. Мы их распечатываем. Будем тестить клей. Вот он один новенький пистолет. Вот он у нас номер 2. И дальше у нас есть номер 3. Клей. Спасибо Сереже. Правда не прошло и трех лет, как я дошел ход его подписать. То же самое распечатываем. Ну и как он тактильно. Зеленый у нас дубовый. Строительный. Ультратент. Ну в принципе ноздря ноздрят. Пистолеты начали греться. Вот мы заряжаем новые клеи у них. Ну давай 130, 180, 150 поставим. 150? Да, 150 ставь. Одинаково. Это тоже построительный магазин Юной Техники. Впрочем очень жесткий, твердый. По тестам не проходит, но работает при очень большой температуре. То есть лето, жара, плюс 30 идеально работает. Он не тянет, не застывает. И чистится хорошо. Снимается идеально. То есть пшик и он у нас отлетает. Ну это вне конкурса, поэтому пистолет у нас отдельный. У него свой пистолет для себя. Вот такой вот. Попробуем тоже. Просто ради интереса. Я такого клея не видел. Ребята мне привезли показать, что такое есть. Тут заминка получилась. Пистолет, лампа горит. Все это самое. Мощность уже покрутили и на максимум, и на минимум. Он холодный. Не хочет работать. Ну и тогда будем обходиться тем, что есть. Сошел с трассы. Бывает и такое, ничего страшного. Мы этому пистолету техническое поражение зашли. Это у нас ультрабент. Дорогущий, придорогущий. Это значит, юный техник, работает летом. Это зимний. Это Китай. Свинка. Это клей Сергея Французова. В принципе, так, если визуально посмотреть, ну кроме вот этого, все потянули очень сильно. Сейчас посмотрим, как они отклеиваются. Насколько просто. А потом посмотрим на результат. Ну что, достойно, легко. Это Китай. Тоже отличный. Слушай. Это до лета жаркий, с юного техника. Хороший, который хорошо. Ну и самое интересное. Да, тоже отличный. Результат. Ну я думаю, у Французова самый сильный. Больше всего поднял. Вот этот, который хрупкий, тоже хорошо. Зеленый? Да, зеленый. Самый слабый ультрабент. Ну так, уражеский, дорогой, самый слабый получается. Да. Просто с рынка. Практически ноздря в ноздрю. Дабы закрепить эксперимент, мы сейчас еще разочек наклеим. Теми же самыми грибами. Посмотрим со второго раза, что будет. Мы их просто теперь в другой последовательности наклеим. Сказать, что прям кто-то тянет сильно, кто-то тянет слабо. Тут как бы нет. Ну кто-то чуть сильнее, кто-то чуть слабее. Но это еще может быть и субъективный момент. Где-то там натяжку такую дал, где-то всякую. Тянул сразу на отрыв рывку. То есть не массировал ничего. Идем в обратную сторону. Ультрабент. Это у нас вот этот зеленый красивый клей. Ну, следующий. У нас, правда, один участник выбыл. Пистолет. Китайский. Следующим наклеим французов. Сейчас грибки освободятся. Мы одними и теми же грибами клеим. Да, у нас их два одинаковых. Поэтому... Хотелось, чтобы было четыре пистолета и четыре грибка. Но поскольку у нас один выбыл из строя пистолет, даже не начал работать. Поэтому оставили так. Договорился. Вот мы с коллегой общаемся. И пропустил сельчок. Да. Ну, в обратную сторону. Да. Тогда был черный, зеленый. Такой, такой. Сейчас. Сейчас остался французов. А, все, понял. Теперь понял. Китайский у нас выбыл. Тут у нас все были четыре. А это французовый клей. Как ты говоришь, зеленый называется? Зеленый, это с юного техника. С юного техника и... Ультразент. И ультразент. Вот пусть он чуть замерзнет. Поскольку мы давали выдержку. И посмотрим. Вот они наши образцы. Мы подергали. По цвету видно, кто есть кто. Французовый, юный техник, ультразент. Ну, пристал. А, там спирта нет. Подожди, подожди. Там у нас спиртик кончился. Ну, ладно. В принципе, что хочу сказать. Самые большие шишки это французовский. Вот так вот. А я слышал разговоры. Уже он не первый же день, что плохо тянет. Дорогой клей. И он того не стоит. Вот цену его не знаю. Ничего не хочу говорить. Да, вот она и вот она. Две дверь самая сильная. Это и это. Ну, пожалуйста. И местами меняли. Вот он стабильный. Короче говоря, говорить можно все. Понятно, что вот такие сиськи, по-другому не скажешь, шлифтёвы дергивать никогда не будет. Тем более на ровном месте. Отклеивается хорошо. Тянет хорошо. Вот. Рабочий. И, да, рабочий нормальный клей. А там уже на вкус и цвет. Да. Как говорится, товарищ Анис. Со строительных магазинов. Они тоже тянут. Тянут неплохо. То есть, дело вкуса личного и каждого. Ну, вот то, что лично у нас увидели, получилось. Вот, ребята, научные консультанты. Тоже мастера ПДР. Такое мнение. А там, еще раз повторюсь. Кому не нравится, не ешьте. Спасибо, Сергею, за клей. Еще раз скажу, ссылочка будет под видео. Это было, как бы, немножко соревнования клеев. Немножко обзор клея и так далее. Ну, вот ребята ко мне приехали. Привезли вот такой клей. Я его никогда не видел. Но, к сожалению, одного пистолета мы лишились. По причине тех неисправности. Но, тем не менее, еще раз покажу. Ну, вот он крайний. И вот. Крайний. Натянул очень даже прилично. Ну, это опять же в целях. Просто посмотреть, кто как тянет. На этом не заключается, так сказать, главный принцип. Кто как сильнее тянет, слабей. К любому клею мастер всегда приспосабливается. Знает, там дольше подержать, меньше. Но, как вы видели, выдержка времени у нас была достаточная. При этом некоторые клеи бывают дубеют. Все, в принципе, клеи справились нормально. Так что, вот такой вот небольшой обзор. Итак, друзья, в тесте будет участвовать три клея. Первый. Вот такой беленький клей. Акфикс. Производство Турция. Вот его номинал. Вторым номером будет участвовать клей от Сергея Французова. Ходспот. И третий будет знаменитый клей от Ультрадента. Я его покупал в Москве. Ну, скажем так, клей очень дорогой. По сравнению с остальными. Сейчас я это все убираю. И подготавливаем поверхность для теста. Первым делом замываем это все дело. Вот такой красивый капот у нас получается. Здесь немножко моющего средства. Фейерика разбавленного. Надо хорошенько это все дело смыть, отмыть. Следующий момент. Полиролька Мендзерна 400. Полируем нашу поверхность. Дабы снять какие-то налеты. И то, что не смылось водичкой с моющим. Тер я тряпочкой полирольку. Ну, где-то какие-то еще следы остаются. Поэтому применяем контроль-клинер. Мендзерновский. Для того, чтобы убрать какие-то остатки лубрикантов и прочего. Вот так вот он на поверхности себя ведет. Специальный составчик, который убирает остатки полиролей. Вот теперь капот чистый. Температура у нас в помещении 28. 28. Температура на детали 19,5 градусов. Итак, приступаем к тесту. Все вот эти палочки. На них тоже может находиться лубрикант. Я смачиваю спиртом, обезжириваю. Вот этим клеем 130 градусов. Этим 130 градусов. Здесь рекомендуемая температура от 130 до 180. Вот и выставляем 130 градусов. Здесь тоже. Сейчас заряжаем клей. Действую вот таким образом. Здесь у меня спиртик. Я беру палочку. Смачиваю. И потом ее беру, вытираю, протираю. Но я, к сожалению, один этим занимаюсь. Помощников нету. Тщательно вытираю. После этого только ставлю в пистолет. Вот еще остался один клей. Сергея Французова поставить. Пистолеты входят в режим, греются. Везде будет одинаковое. 130 градусов. Этот клей предназначен для града. Часто применяется. Поэтому будут градовые грибки. Вот они абсолютно новые грибочки. Как раз новые посылочки. С Америки пришли. Это дохлая крыса. Или благ плагуя их называют. Сейчас мы их распечатываем. Тоже обезжириваем. И приступим. Это грибочки 12 миллиметров. Увлажняем. И протираем. Дабы тест был чуть более объективным. Три клея. Шесть грибков. По два раза приклеимся. Ну и сразу будем наотрыв работать. Поверхность у нас здесь ровненькая. Подготавливал, подготавливал тест. Снимал, снимал. И в итоге получилась ерунда. Еще раз переделываем. Все это дело. Как видно тут поверхность ровненькая. Чтоб не затягивать видео. Я в ускоренном. А потом так сказать выводы. Первый клей турецкий. Второй клей у нас. Ультрадентовский. И третий клей Сергея Французова. Один момент важный. Я не делаю прослойку из клея. Я грибочки каждый раз придавливаю. И сейчас просто наотрыв. Был звоночек. Прервали. Вот она вторая серия. Как видно, весь клей остался на детали. Сейчас отклеиваем и смотрим. Смотрим, что получилось. Как мы видим, по шишкам первая линия французов. Вторая турецкий. Третья вражеский ультрадент. У ультрадента тяга послабее. У турецкого посильнее. Самая сильная тяга получается у Сергея Французова. Вот эти две можно сравнить одинаковые. А ультрадент чуть послабее. В этом, в общем-то, и есть смысл. Когда надо послабее дернуть. Можно вот этот черный клей использовать. Ультрадент. Чуть посильнее можно турецким. Если еще посильнее, то клеим Сережа Французова. Как видно на упаковке, его рабочая температура заявленная. 130-180 градусов Цельсия. Этим тоже можно поиграться. И температурой, и толщиной клея. Я тут пока экспериментировал. Но интересные такие для себя моменты. Мысль навела при экспериментах. Сейчас покажу, расскажу, о чем идет речь. Во-первых, когда мы клеим клей, если мы его много нанесли, его можно взять, придавить полностью. И останется между поверхностью лакокраски и грибком минимальная по толщине пленочка клея. А можно клея температуру понизить, ну до минимума, на таком зазорчике. Будет более эластичное соединение. И клей будет тянуть чуть по-другому. То есть, если нам надо, чтобы клей тянул как можно сильнее, его температуру можно повысить. Естественно, капелька будет текучая, и большую каплю блямбу мы не поставим. На горячем клее можно придавить, и будет минимальная пленка. А на пониженной температуре, наоборот, клей будет более вязкий, и более по толщине мы можем сделать такую прокладку, бутерброд. Сейчас покажу, о чем речь. Вот здесь у нас есть температура. Вот сейчас 130 стоит. Сейчас мы на 130 приклеим. Я возьму сейчас два грибочка, и вот в этом районе приклею. Первый на 130. И вот мы берем вот столько клея, да? Как бы под своим весом его оставляем. И у нас получается вот такой зазорчик между клеем и поверхностью детали. Сейчас поставлю не 130, а 180. Клей будет более текучим, и уже вот такую шляпу на грибок не наденешь. Будет тонкий слой. До 180, как мы видим, что-то набирает температуру долговато, но провести эксперимент надо. Итак, пистолет прогрелся, вошел в режим. Как мы видим, за счет того, что температура выше, капелька клея гораздо меньше у нас получилось. Сейчас даем остыть. Надеюсь, будет видно. Здесь прокладочка из клея на 130 градусов. Здесь прокладочка на 180 практически минимальная. Я вот здесь написал еще 100 градусов. Сейчас пистолет остынет. Поставлю на самый минимум, который можно сделать. А этот клей пока мы отрываем. На 130 градусах тяга чуть поменьше. Во всяком случае, не знаю, камера передаст или нет. Но вот здесь, на 180, там, где более тонкий слой, шишечка у нас побольше. Эта шишечка у нас поменьше. И сейчас еще один грибочек приклею. Пистолет остынет на 100 градусах. Остался еще один грибочек. Температура 100 градусов. Клея можно положить много. Я практически ложу вот под своим весом. Здесь такая прям линзочка получилась на грибке. потому что он густой. И как мы видим, вот на 180 вот шишка. На 130 меньше. И сейчас клей этот замерзнет. И отдерну его. Пока клей остывает, скажу еще, что можно сделать. Можно на одной и той же температуре поиграться точно так же выдержкой. по времени. Здесь время поменьше, побольше и побольше. И то же самое тяга будет разная. Поэтому тут вариаций очень много. Кому интересно, может попробовать и для себя определиться с тягой по клею. Это касается любого клея. Клей замерз. Подводим. И отщелкиваем. Ну, тут невооруженным глазом хорошо видно. Тяга. Чем толще слой клея вот на 100 градусах тяга минимальная на 130 побольше. На 180 еще побольше. То есть есть вариант выдергивать разные шишечки и этим самым регулировать и температурой и выдержкой и работать, чтобы вам было удобнее и комфортнее. Почему, допустим, вот шишки есть большие, да, я выдернул или вот здесь. Это никому не нужно. На выдергиваешь вот таких шишек потом их долго и нудно забивать. На этом по тесту все. Всем спасибо за просмотры, за внимание. Пишите свои отзывы, комментарии. Я стараюсь все это прочитать, ответить. Будем вместе работать. На этом тесты, что запланированы, я сделал. Всем успехов в работе. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров,